Доброго утречка еще раз! У нас сегодня день, когда мне много надо будет гулять и ходить. Буду включать свой шагомер. И первое это у меня прогулка с мухой. Так, ну кончай зевать, сейчас идем гулять. Кто хочет, присоединяйтесь. Муха сегодня в такой смешной одежке, которую связала моя подруга. Прямо модная, гламурная муха. Муха, посмотри. Муха, муха. Нет, у нее свои дела. И не до нас. У нас с мухой один и тот же излюбленный маршрут. И он позволяет примерно 2000 шагов. Мне с ней накрутить. Так что, муха тоже помощница. А мухиных шагов, это, наверное, минимум в 3-4 раза больше. Шажки-то у нее маленькие. Ну, и опять серый день. Хорошо бы дождя не было. Муша, ты где-то там. Буду надеяться, что не будет. Не охота брать с собой зонтик. Буду перебежками. Как же красиво цветет бегоник каким-то, выставленный на подоконник. В нашем коридорчике. Здесь много чего интересного. Хочу взять маленькую деточку. Здесь так много насеялось. Каланхуя. Надеюсь, это никого не обидит. Сегодня как-то очень весело чирикают птицы. Довольно тепло. И такое ощущение, что сейчас март. И вот тут воробнички всякие на кустиках поют песенки. И каждый раз, когда иду мимо этого здания в парке, все надеюсь, что, может быть, кто-то его отреставрирует, отремонтирует, и оно не пропадет. Потому что это поместье. Когда-то здесь жили две сестры. Немецкие, то ли баронессы, то ли кто-то, звали одной из них Эльвирой. И в честь нее названа та улица, на которой я живу. Поэтому дом все-таки исторический. Будем надеяться, что он не пропадет. Ворона, привет. Что-то ищет. Съедобное. Вороны очень осторожные. Если видят, что на них направлен фотоаппарат, то они начинают нервничать и улетать. Но это смело. Уже и березки облетели. У нас совсем все такое подготовилось к зиме. Все деревья. Неожиданно денек распогодился. Прямо прелесть погода. Солнышко. Смотрите, какое. Заходила к девочкам в библиотеку. Помогли мне. Дали мне какие-то газетки ненужные для мухи. А то она у нас сейчас такая писательная девочка. Не каждый день выходит погулять. И нужно... Что-то нужно. А покупать газеты это дорого. Мне казалось, что я уже нагуляла. Тут тысячи шагов. А всего 2. И 362 шага. Ну что ж, попробуем наверстать. Пригольная шубка. За 2,50. Я сегодня с покупочкой забежала в секунде. Цена была 2,50 за любую вещь. И нашла там такую немножко винтажную шубеечку. Прикольненькую. Если ее обыграть. Вот какой-то у меня есть большой золотой такой платок. Он с одной стороны золотой. С другой стороны он черный. Зову там тоже будет интересно смотреться. В общем, решила, что пригодится в хозяйстве. А то уже давненько ничего не покупалось. Она тоже черная шубейка с золотыми разводами. Синтетическая, конечно. Не норка. Но какая разница. Главное, что нравится. Вот такой у нее необычный. Если видно рисунок какой-то неопределенный. Но это даже интересно. Без рисунка она была бы слишком простая. А тут что-то так слегка переливается. И вот с этим шарфом это будет как раз что-то очень интересненькое. Или можно повернуть на золотую сторону. Вот пригодится шарфик. А то думала, куда я его буду носить. Такой золотистый. Смотрите, как красиво. Закатные лучики солнца. Оставшиеся последние желтые листики. Я приехала в Имунту. Мне нужно в зоомагазин. Здесь большой торговый центр. У нас появилась новая продукция болгарской фирмы Рефан. Кое-что я тут решила попробовать взять. Время в магазинах пролетает очень незаметно. Когда я вышла, уже наступили легкие сумерки. Теперь пешком домой. Не успела я дойти до дома, как начался дождик. Вот она наша латвийская погода. Непостоянная. Придется, наверное, пока под мостом чуть-чуть постоять, подождать. Перебежками двигаюсь к дому, потому что устала. Не хочется ждать. Ни сахарная, ни растаю. Ой, дуб пока что она валия. Хорошо, что у меня фотоаппарат может даже под водой снимать. Дождь ему не помеха. Вот у меня такой промежуточный вариант. Уже 15-21. Скоро будет темнеть. Уже норма как будто бы есть. Когда горит вот это желтое поле, это означает, что я уже свою дневную норму прошла. Ну, хочется, конечно, всегда немножко больше. Поэтому сейчас пойду домой. Если будет возможность, еще немножко погуляю. Так, наверное, будет темное опять изображение. Но зато на переднем плане мордочка мухи. А вы же все знаете, что у нас следующий год год желтой собаки. Вот смотрите, символ следующего года. Маленькая желтая собачка. Я зашла домой. Мне нужно здесь немножко разгрузиться, передохнуть буквально пару минут и побежать дальше, потому что мне еще нужно на почту. У нас пришла какая-то посылочка с Алиэкспресса. Ой, муха будет балдеть. С Алиэкспресса. И вчера читала в Делфи, что хотят наложить какие-то поборы на эти посылки, которые приходят с Бея, с Алиэкспресса. Не знаю, чем все это закончится. Ну, в общем, конечно, ожидается какие-то перемены. К сожалению, не к лучшему. Так, значит, что я купила в этой болгарской косметической, наверное, фирме? Довольно большой ассортимент. Есть... Так, ну все, она улеглась. Теперь я могу так поближе немножко. Есть там гели для душа, скрабы, различные крема для рук, крема для ног. Боди-крема и даже разливные духи. Цены не дешевые. Прямо скажем, сейчас у них акция какая-то. Можно выбрать себе скидочку. Там лежат бумажки. На каждой написана какая-то скидочка. От там 5, скажем, до 75%. Но я думаю, что на 75% там в лучшем случае одна бумажка. А то и вообще нету. У меня получилось на 10% скидочка. Чем я, конечно, с радостью воспользовалась. Взяла крем для рук. Небольшой, 75 мл. Натуральное масло какао, масло сои, без парабенов, йогурт, запах пассифлоры. Ну, то есть, что-то типа маракуйи. Вкусный очень. Мне очень понравился запах. Красивая коробочка. Также взяла боди-крем, потому что тоже понравился запах вербена и апельсин. Меня сейчас как-то просто тянет на вербену и апельсин. Как бы так сейчас вот руку поставлю, чтобы не слишком уставать. Текстура очень легкая, текстура очень такая нежирная, впитывается хорошо. Ну, наверное, будет увлажнять и может быть немножко смягчать. Ну, просто приятный запах. Я фанат всяких приятных запахов. И такие маленькие духи. Написано парфюм, что непонятно. Там было ароматов 15 примерно. Взяла самые маленькие 30 мл пузыречек. Они наливают. Запах приятный, свежий, легкий. Конечно, это не ниша, но на каждый день сойдет. Ну, вот как-то так. Так, ну, что еще сказать? Пока сказать нечего, потому что пока не пользовалась, не пробовала. Вот сейчас попробую немножко, попользуюсь. По-моему, не было у нас этой фирмы, этой марки, представленной на нашем латвийском рынке. Сейчас, значит, будет. Так что, если кого-то интересует продукция именно эта, то все приезжайте в Ригу, выманту в торговый центр Даммы. Там прямо в центре торгового зала такой, ну, назовем это киоск, где продаются все эти вкусняшки. Очень много ароматов. Есть и лаванда, есть розы, конечно, ну, куда же Болгария без розы. Вот различные фруктовые, различные такие водные, с морскими водорослями. Ну, то есть выбрать есть из чего. В принципе, конечно, попробовать стоит, а там уже будет видно, и так у нас этой продукции очень много таких, именно такой продукции, бодикремов там, для рук, для ног. Конечно, из этого многообразия очень сложно определиться и решить, что же все-таки брать. Так, а я все, пока еще совсем не темно, бегу. Если будет возможность, потом покажу, что же там пришло с Алиэкспресса. Но я не помню, я уже не помню, что заказывала. Это всегда заказывается, потом это целый месяц к тебе идет, и когда посылок несколько, уже трудно вспомнить, что же там ты заказывал. Пока не прощаюсь с вами. И что же пришло с китайского сайта Алиэкспресс? Вот такой вот. Догадайтесь опять, что это такое. Наверное, если вы таким не пользовались, то вы и не знаете. А это на самом деле термометр, который какой-то, то ли инфракрасный, то ли какой-то. Там нет батарейчик, надо поставить батарею, поэтому я еще не знаю, как он будет работать, что он будет показывать. Но похож на детский какой-то пистолетик или на фен. вот забавная штучка, решила, что прямо нужна зачем-то, чтобы эти термометры, которые ничего там не показывают, на них я плохо вижу, их надо всегда взбивать, если они с ртутью, это вообще опасно. Старые термометры, а без ртути, по-моему, не точно показывают. В общем, вот такую штучку нашла на Алиэкспрессе. Наверное, потом сделаю более подробный обзор, когда уже разберусь, как она работает. А пока, наверное, на этом уже закончу сегодняшний день. Находила примерно 10 тысяч шагов, очень устала. Буду сейчас отдыхать, читать ваши комментарии на утреннее видео и стыковать это сегодняшнее такое небольшое влоговое. Впереди выходные! Ура-ура! Субтитры сделал DimaTorzok